Фирма Рован Софтвер представляет игру-имитатор Даун Патроу. Первая мировая война вошла в историю как война, в которой впервые применялась авиация. У вас есть возможность перенестись к истокам развития военной авиации. Эта игра не совсем обычна. Её скорее можно назвать интерактивной энциклопедией. Эта энциклопедия и организована как книга. Вы можете листать её страницы за страницей и изучать историю Первой мировой войны, биографии известных ассов, модели самолётов и самые известные битвы. Практически на каждой странице есть иллюстративная вставка, графическая иллюстрация или анимация, а также специальная кнопка, которая переносит вас в режим имитации. Прежде чем начать полёт, вы выбираете, на чьей стороне будете выступать, уточняете параметры боевого задания и сами задаёте число врагов. Боевая миссия может быть прервана в любой момент, и вы можете продолжать знакомство с энциклопедией. А если воспользоваться встроенным магнитофоном для записи своих действий, то можно продолжить выполнение миссии с того момента, на котором она была прервана. Игра даёт вам возможность испробовать себя в роли одного из известных асов и принять участие в нескольких реальных боевых вылетах вместо него. Не менее увлекательно попробовать миссии, специально рассчитанные на ту или иную модель самолёта. А всего в энциклопедии их 14. Освоив эту модель в действии, вы можете выбирать её в других миссиях. В энциклопедию «Даун Патрол» внесены сведения о пилотах с вымышленными именами. Одним из них можете стать вы. В ходе игры вы будете пополнять собственную биографию, вносить туда записи о победах и поражениях. В режиме энциклопедии игра «Даун Патрол» управляется с помощью манипулятора мыши. С его помощью вы листаете страницы, выбираете миссии и устанавливаете необходимые параметры. В режиме самолётного имитатора управление самолётом производится с помощью клавиш управления курсором, функциональных и ряда других клавиш. Подробнее мы расскажем об этой игре в субботу. На разработку игры «Даун Патрол» было затрачено более пяти человек лет. Эта игра уникальна хотя бы тем, что содержит огромный информационный материал, и в ней используется самая современная технология создания самолётных имитаторов. Для этой игры требуются процессор 386, 2 мегабайт памяти, VGA, саундбластер и привод CD-ROM. Дополнительная информация...